Матчи одновременно проходят на двух площадках. Рядом дворцы Большой и Шайба. Сегодня в первой половине пятого игрового дня свои клюшки скрестили коллективы из города Усолье-Сибирская и Калининграда. Несмотря на то, что команде Запад России пришлось играть без капитана, калининградцы завершили встречу с маяком Сибна со счетом 3-1. Последняя шайба была заброшена за одну секунду до финальной сирены третьего периода. Таким образом, Запад России вышел в полуфинал Лиги чемпионов. Даже некоторые корпусом умеют играть, владеют. Очень доволен я игрой. Мы неплохо сыграли. Теперь в полуфинале гости из Калининграда скрестят клюшки с хоккейным клубом «Невский легион». Команда из Санкт-Петербурга стала победителем матча с игроками из Нижнего Новгорода. Эта встреча на ледовой арене «Шайба» была динамичной и упорной. Такая игра говорит о том, что уровень любителей с каждым годом становится выше. С каждым годом уровень хоккея на этом турнире растет. И это заметно по командам и по игрокам индивидуально. Проигравшихся в этом турнире нет. Все те, кто приехали, они, по крайней мере, набираются позитивных, хороших эмоций для того, чтобы на следующий год начать опять сезон в своих регионах и разыгрывать путевки, чтобы приехать обратно на финал Сочи. Апофеозом фестиваля, конечно, станет гала-матч с участием первых лиц государства и великих хоккеистов, вошедших в состав правления ночной хоккейной лиги. Игра состоится 16 мая в Ледовом дворце «Большой». Татьяна Говоркова, Михаил Дубинин, телекомпания «ФКТ». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова